вот привет друзья вы смотрите самый интеллигентный канал про единоборство боевые ботаники мы снова находимся в клубе арсенал со святославом шталем слава привет здравствуйте и сегодня наш выпуск посвящен боковым ударом из этой передачи мы наконец-то узнаем нужно ли бить стаканом или все-таки кулак нужно поворачивать вот так вот и кучу еще всяких интересных подробностей потому что сегодняшний выпуск это настоящая энциклопедия боковых ударов извечный вопрос как все-таки бить кружкой или большим пальцем вниз единого мнения наверное пожалуй нет но я скажу из чего исходит то или иное положение руки всегда был такой принц в советской школе бокса нанести удар и самому в ответку не пропустить когда мы встан в позицию в стойку напротив соперника да мы ручки кулачки у нас смотрят на него то есть вот так отсюда чтобы нанести удар без замаха и не открыт так сказать да зону подбородка существовал именно я не побоюсь этого слова наверное все-таки английский тире советский боковой удар значит когда ты бил ты по наименьшей траектории поднимал просто локоток и перед ними костяшками с положением пальца вниз наносил боковой удар сбоку значит это удар который требует меньших вот физических затрат он более маневренный потому что ты таким боковым можешь ударить как бы дай как с дистанции на отходе как с дистант как на как на сокращение дистанции да то есть как со средней до дистанции можешь воспользоваться им когда угодно но пожалуй что это не сверх сильный удар даже если спиной вкручиваешься он не сюда он не будет сверхсильным потому что все-таки иного положение запястья как по мне она недостаточно крепкая по американской интерпретации бокового удара бьется как бы кружкой до кружкой практика у практику удар практически все современные до профессионалы да то есть также локоть поднимают по ключице ведут это самое да как бы запястья и и предплечье но чтобы ударить таким ударом нужно немножко пренебречь защитой почему ну потому что придется сделать небольшой замах так же нельзя сделать ну ты должен соснать очень близко да то есть если допустим на хорош уже на средней дистанции да и ложки надо тебе придется замахнуться хотя опять же если мы построим бои флойда который с дистанции великолепной работы этой кружки да то есть и никто его не наказывает и многих других боксеров да все-таки кружка при наивысшем мастерстве работает также со всех дистанций но в любительском боксе так не бьют потому что это означает удар открытой перчаткой то есть не зря у них вот на перчатках любительских есть такой кружок белое обозначение да все-таки в любительском варианте попросят заворачивать даже я правильно понимаю что в советской школе бокса никто не любил кружку потому что советский бокс это любительский бокс а в любительском боксе таких ударов в принципе нету потому что это нарушение правил потому что да 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 все-таки это был считалось как удар открытой перчаткой американская школа бокса это бокса разменные как бы да это бокс более собранные то есть профессионально да ими ими профессиональный то есть так у нас всегда был принцип поучаствовать то и скажем так у нас не было принципа самого нокаута ну я не беру там по пенченко там до королева и всех прочих и ну в массе а это единицы то в американском школе бокса во главе всего стоял нокаут задачи как можно быстрее закончить так сказать поединок и вот этот удар да вот кружкой да то есть так сказать он действительно жесткий это удар со средней с ближней дистанции который включился всем корпусом замахом жертвуя так сказать защитными какими-либо навыками истинный мастер я опять же скажу вот если взять посмотреть бои геннадия головкина он боковой бьет и так и так комбинирует как угодно то есть я хочу еще раз сказать господа нет такого понятия как правильный боковой или неправильный нету есть проходящий боковой или непроходящий даже вот такой и даже вот такой понимаешь бывает вот выходит вот ну просто деревня бросает удар вспомни макса бера ну он же проходящий понимаешь да ну сейчас мы скажем что это неправильно там до мухаммед али боксировал с опущенными руками да и также вот она набрасывал там соперника удары но это тоже неправильно они же все проходило все заходило вариаций боковых много ну что начнем вариации боковых надеваем перчатки начнем мы с такого маневра называется чек-хук в русском языке нет интерпретации можно назвать проверочный хук там как угодно то есть но это чек-хук можно звать на опережение это хук ну значит как он выполняется чтоб ты понимал мастером чек-хука является флойд чек-хуком он нокаутировал реки хаттона то есть это такое вот оружие которое ну позволяет работать на опережение с уходом в сторону когда ты наносишь боковой ты наносишь его одновременно со смещением в сторону с уходом значит с шагом в сторону не сайд степом не путать то есть ты не проваливаешь соперника ты бьешь и уходишь в сторону чек-хук проверочный хук давай попробуем значит ты бьешь я иду на тебя вперед и немножечко смещающий сместить еще чуть-чуть сайд степ это движение когда на тебя идет соперник с провалом его закручивания ты можешь остаться на месте допустим да вот я работаю правый и ты сразу бьешь чек-хук не левый раз навстречу еще раз уходишь в сторону еще раз попробую хорошо просто чек-хук допустим я иду на тебя ты работаешь в сторону да ты продолжаешь двигаться продолжаешь движение попробуй значит смотри флойд наносит чек-хук удар кружкой этот удар у него идет только кружкой вы другого пожалуй не увидите то есть ручку держишь кружечкой да и наносишь кружкой вот теперь прочувствую есть разница в жесткости понимаешь да этот удар чек-хук положение рукой кружкой насчитан на того чтобы соперника отправить нокаут флойд хаттон шаг в сторону полная дезориентация хорошо теперь попробую побить обычный классический назовем это советский вариант советском варианте нет такого пальто чек-хук есть удар как бы да с уходом в сторону да то есть боковым с уходом 100 блок нету такой жесткости нету следующий удар давай попробуем поработать бэк-степ-хук то есть вот этот удар бэк-степ-хук может быть как левой рукой да грубая так и правой рукой на удар на отходе классический пример это нокаут на на нита донера в во втором бою с виком драчиняном опять же кружка мы видим уже когда с тобой мы разбираем второй боковой и мы видим нокаут в исполнении ударом кружкой значит что сделал драчинян драчин допустил ошибку и пошел с опущенной рукой вперед к сопернику это фиаско братан значит дальше вылетел крюк навстречу сразу с шагом назад то есть разрывает дистанцию задней ногой и резко встречаешь попробуй сделать его и вот так вот и кружкой и опять же то есть скажи свое мнение то есть как у тебя получается лучше давай сначала значит технический вариант пожалуйста руку вот этой умоляю тебя вот здесь держи пожалуйста поехал и раз и еще дальше именно вот разорви дистанцию но разорви контролем да то есть с низкой стойки раз и еще раз и раз видишь смотри у тебя передняя нога остается на месте да а ты все-таки если разрываешь ты разрывай обе обеими ножками давай раз еще раз вот а теперь попробую ударить кружкой раз 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 вот скажи пожалуйста что жестче за кружка кружка заходит жестче понимаешь да хорошо следующий боковой немножечко посложнее называется pull back hook на самом деле как бы pull back это крайне сложное движение и она требующие определенной наработки то есть pull back не просто как бы пробивается что это такое это удар навстречу но с места значит смотри ты вот поднимите стоечку встань да значит и теперь как только я ударю левой рукой скрутись раз скрутись да на бьющую руку и когда моя рука пойдет назад выстрели раз вот давай сделаем это крест на крест раз раз да только при этом как бы при этом движения то есть немножечко как бы то есть и закрутись и от сядей и выпрямись под сядей выпрямись раз shows еще один такой же удар вас еще раз в под 6 обычно pull back бьется под переднюю руку но мне неудобно тебе бросить передние потому что мне же придется тебе лапу держать я тебе бросаю задней попробую расс раз очень сильный не закручиваясь очень сильным не закручивайся раз раз лишь утия ноги прямые подсядь, то есть подсядь, как бы это, скажем так, даже движение больше назад он идет, назад и бас вот, но не падаешь, то есть вот здесь ключевой вопрос, да, когда ты встаешь чтобы ты сохранял баланс то есть это не просто уклон? это не просто уклон это подсаживание с ногами и выбивание это два разных поражающих эффекта поехал, раз, раз, а теперь попробуй ударь кружкой ударь его так, как ударил его Дэнни Гарсия и нокаутировал Эрика Моралес Попробуем, раз и раз вот, а теперь попробуй еще шире ударить раз, дай амплитуду руке раз, раз, вот, еще раз раз, раз, еще раз раз, раз, вот теперь скажи, пожалуйста вот пуллбэк, какой жестче? стакан, кушка, конечно ты сам говоришь, да, то есть итог, третий удар ты бьешь, а теперь скажи, чувствуешь ли ты в кисте как бы какие-то, ну вот, различия вот, ну, болевые ощущения, когда бьешь так или так? стаканом удар сильнее, но больнее, непривычнее больнее кисти вот это вот вопрос, который задает мне как вот быть, ведь потому что болит кисть я скажу так, что зачастую как бы мы сталкиваемся с таким моментом, когда наши удары становятся сильнее, чем могут вынести наши связки рука еще слабая, а вот именно вот это там связки разве? ну, связки и сустав, да, как бы все вместе а плечевая мышца уже сильная как же нам понять, где ставить ударение? да, то есть и плечи, и, грубо говоря спина, часть спины, ноги, они уже достаточно сильные но связочки как бы слабые, это подготовили, подготавливались если это упражнение, как бы, которое нужно делать, чтобы укреплять кисть ну, мы посмотрим, Тайсон вообще всегда, да, бил кружкой и там проблем не испытывает раз! 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 ощущаешь, да, прям заболели пальцы! да, заболели раз! плюс, смотри, после удара кружкой рука не идет сразу в исходное положение заметил? рука остается здесь! это ты имел ввиду, что, когда пьешь кружкой, ты пренебрегаешь защитой? да, да, то есть ты пренебрегаешь защитой, как правило, и с замаха, и с возвращения здесь все просто, да, то есть раз! хоп! ручка сама пошла назад, то есть нырнула и назад идет в исходное положение видишь? все просто! а здесь? а здесь раз! вот, разверни, да, разверни ее кружкой и сам идет на замах, да, да, он идет сам на замах, как бы, плюс, ее сложнее возвращать назад блин, ну, почему идет сам на замах? ты же можешь, в принципе, так же ударить? ну, попробуй но не будет эффекта, да? попробуй, да, ну, без замаха, попробуй, видишь? херня какая-то! вот, понимаешь, вот в чем речь, без замаха ты кружкой не ударишь Значит, следующий боковой, который бы я хотел с тобой разобрать Есть такой удар полубоковой, полуаперкот Но, тем не менее, в английском языке называется хукеркот Положение руки нечто среднее между классическим боковым и классическим апперкотом Значит, удар идет вот по положению руки на 45 градусов Хукеркот 45 в литературе и везде, кругом в интернете можете как раз посмотреть Именно как хукеркот 45 Хукеркот, его можно классически увидеть в бою Серхио Мартино с Полу Вильямс Второй бой закончился нокаутом, а первый бой, как бы, вот, были очень яркие хукеркоты И также хукеркот пробивается в корпус Уклонись, сядь, да, и пробей Полу снизу, полу сбоку, да Нет, видишь, у тебя рука не 45 градусов Здесь именно такое вот движение, которое у тебя идет от печени к левому плечу И наоборот Такая точка приложения, куда я бью? Печень, печень, корпус и плавающие ребра Либо плавающие ребра, либо печень Попробуй Сел, пробей Да, вот именно вот так Вот И тащи, как бы, да, то есть тащи протыкающим движением, тащи к плечу, к левому плечу кулак Подожди, печень здесь Да Если я ударю, как он туда пойдет дальше? Это метафора, то есть, ну, чтобы ты понимал движение руки Вот он идет Теперь попробую правый От селезенки к моему правому плечу Вот, отлично, еще раз Вот, молодец, еще раз Хорошо, еще раз левый Еще раз Еще раз Это не классический апперкот Поскольку классический апперкот бьется локтем, да, вниз То есть, это именно хукер-кот Теперь попробую хукер-кот пробить вот сюда В голову Значит, в голову попробуешь ударить по классике, да То есть, опустить локоток И попробуешь ударить кружкой, правой Сейчас бей Вот, сейчас ты какой бьешь? Сейчас ты кружкой, да, бьешь? Нет Тогда палец на себя Давай Оп, еще раз Оп, еще раз Оп Теперь ударь кружечкой И гас Еще раз Раз уж Ну, о правильности, да, движения, то По ощущению, вот что чувствуешь? Ну, кружка лучше Кружка лучше Еще раз Кружка мощнее, понимаешь, да Но Замах Видишь, как жестко получается? Но есть замах Попробуем Теперь левой ручкой попробуем По классике, да Палец на себя Еще раз Ну, тут полная Видишь, получается хрень, да Не хочу смотреть Фу Какой-то боковой Получается, как бы Ну, и так даже Ну, крайне сложно Попробуй кружкой Вот Кружкой Как ни крути Даже при всей Вот, ну, неуклюжести Кореевостью удара Получается жестче Да Липпинг хук Или по-русски Боковой удар на скачке Значит, смотри Что это такое? Здесь нужен очень хороший футворк Очень хороший То есть ни в коем случае Не пытайтесь как бы бить на скачке Пока ваш баланс Как бы не будет идеальным Да? Все время путаю футворк и футджоп Но это разные вещи, да А что такое футджоп? Футджоп, но я потом тебе расскажу А, окей Твои ноги должны быть готовы к этому И твой баланс Значит, смотри Сокращаешь дистанцию И наносишь Хоп Короткий крюк Значит, смотри Липпинг хук бьется Точно так же Ну, здесь, кстати Небольшая разница Да, небольшая Небольшая разница Почему? Потому что играет роль Ног Бедра То есть ты себе выталкиваешь Как бы дополнительную группу мышц Создаешь И по сути без разницы как Наверное, я скажу так Что это будет удар заходить От положения защиты соперника Если у соперника ручка прижата То сюда Липпинг хук зайдет Именно кружечкой Да То есть он сюда зайдет Как бы И ты можешь даже сорвать защиту Да То есть если ты не попал Как бы, да То есть ты образуешь Как бы именно крюк Именно такой срывающий Но ты это должен понимать Уже в поединке Насколько твой липпинг хук Будет точечным Или срывающим руку То есть это не вначале удара А потом срыв А сразу идешь на срыв Или удар срыв Сразу То есть Аз туда вниз Попробуй Удар срыв Вот Видишь Удар срыв Еще раз Попробуй Вот Очень хорошо А теперь вот Попробуй ударить Вот классический Да То есть вот удар На скачке Липпинг хук Вот И еще раз Ручку назад Еще раз То есть мало того Что он не пролез Понимаешь Да Он достаточно беззащитный То есть он Еще и рукой Рукой Вот так вот Рукой Не сдерешь Мою руку То есть у тебя нету Грибка Нету вот этого Ковша А теперь вот Попробуй ковшиком Содрать Вот Ковшик А ковшики есть Ты можешь Цепиться Одна из разновидностей бокового Которая называется Оверхенд Или Оверхенд В ближней дистанции Классический пример В поединке Марка с Майдана Против Флойда Мэйвезера Значит что это такое В первом поединке Если ты помнишь Майдана прижимал Канатом Флойда И бил сверху Прямо вот такими вот ударами То есть точечными ударами Сверху Значит таким же ударом Очень активно Пользовается Геннадий Головкин Значит локоть Поднимаем кверху И тоже за счет ног Немножко приседаем И встаем С ударом Значит с повернутым Локнем вниз Попробуй ударить Классикой рукой Но опять же Если мы посудуем бои Майдана Флойда То Майдана Бил именно кружкой Попробуй теперь ударить Кружкой И Головкин Также этот удар Вот Предпочитает наносить Кружка Отлично Еще раз Теперь левой ручкой Попробуй по классике Еще раз Сверху логоток Раз Еще раз Раз Вот сначала Присядь И встань с таким ударом То есть дай Центробежную силу И раз Еще раз Раз И раз Еще раз Раз А теперь попробуй вот Кружкой вкати Ох Оп Еще раз Он Более тяжелый Но менее маневренный И руке больно Больно Да Руке больно Безумно больно Ну не бойтесь По ощущениям Скажи Вот как тебе Вот было Оверхенд Работать удобно И по классике Или же с разворотом Как кувалдой Слушай Ну здесь Тоже небольшая разница Мне показалось Тоже небольшая разница То есть Я чувствую Я чувствую Что сильнее Безусловно Стаканом Но с точки Неудобства Ну и так Тоже нормально Теперь Можем с тобой Немножечко вернуться В прошлое В совсем прошлое И вспомнить Такой удар Как Обводной Хук Джейма Корбита Этот вот Как раз Пресловутый удар Пальцами Большим пальцем В сторону соперника То есть Грубо говоря Пальцем Пальцем наружу Значит Как его исполнял Корбит Корбит бросал джеб И резко Менял положение И закручивал руку За защиту соперника То есть Положение кулака Надо встать Наверное Показать Да Оно было Вот такое Разворотом С разворотом То есть Передними двумя костяшками Жесткой фиксацией Запястья Попробуешь? Давай Сначала брось джеб Раз Нет Брось просто воздухом Раз И там А потом перекрой Раз И оп Нет Не докручиваешь Вот именно Вот попробуй Ну видишь Это опять-таки Перчатка Вот из-за этой вот манжеты Тебе руку вот так вот Не развернуть Не развернуть Тамошние перчатки Позволяли пробивать Такой вот Обводной крюк Попробую Раз Оп Еще раз Раз Оп Нет 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 Вот Вот так вот, Женечка Вот прям вот Чтобы он вот туда Он заходил обычно за руки Да Попробуй Джеб Оп Еще раз Оп Нет Оп Докрути Давай все-таки До идеала доведем его Опять же Какими костяшками? Двумя передними Вот 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 так Вот так То есть Бросил Вот Закрутил Прямо туда Большим пальцем Оп Наружу И мне прям Покажи Покажи большой пальцем Вот мне Вот разверни Вот так Вот прям Разверни Вот так Да 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 Раз Вот Свинк Это размашистые боковые Как правило Свинк наносится с дистанцией С дистанцией С разворотом Как бы Да Вот именно Костяшек Да Длинный боковой Длинный боковой Замахом что ли? Да Да Прям замах Вот Но с ног Вот почувствуй Именно с ног Раз Попробуй длинный Свинк правый Оп Дистанция Не проваливайся Именно Принцип свинга Это вот Расслабленный плеч Вот представь Что у тебя Шарниры Да Как бы То есть Ну Плече Хороший подшипник Да И вот у тебя Вот этот свинг Оп Залетает Вот То есть Ничего тебя не сковывает Расслабься И давай Оп Вот И еще дальше И разверни вот ручку Разверни Оп На самом деле Чтобы ты знал Кто пользовался Правым боковым Активно Из вот таких Известных людей Я наверное Скажу тебе Один человек Который написал Лолиту Набоков Прозвище у него было В детстве Англичанин Он же был боксером Ты знаешь Да И дарай И уроки давал Как бы Да Сам Он деньги на этом зарабатывал В свое время По молодости Он же Ну народ Тоже Бил И у него Среди его Шантропы Было прозвище Англичанин Потому что Он научился Бить Этими пальцами Большим пальцем Наружу На английский Манер То есть Этот вот Свинк Скажем так Еще аж С тамошних Времен Еще раз Вот Размашистый Хороший Боковой Отличный Попробуй Левый Это на самом деле Как ты можешь Увидеть Достаточно Мощное движение Да Свинк Но Весь прикол В том Что оно В условиях Современного Боя Очень слабо Применимое Почему Ну это же Надо тебе Разогнаться Да То есть Без ложных Движений Ты его не проведешь Потому что Соперник У него Не завязаны Глаза Он же тебя Видит То есть Ну Скорости Вот В такой Попробуй Еще раз В нем В такой Скорости Вот Нету А если Я там Несколько Раз Сделал На скачке Ты привык Сейчас Как Раз Просто Без скачка Если говорить Об обманных Ударов Со свингами То есть Такой удар Левер Понч Называется Понч Да Именно Понч Потому что Если взять Английский Акцент То это Будет Именно не Панч А понч Сначала Боксер Наносит Намеренно Провальный Свин Как бы Медленно То есть Чтобы Я Имел Возможность Уклониться И Создает Видимость Справа Прямого Левый Свин Левый Вот Медленный Значит Я отхожу Назад Дело Медленно Раз Значит Ты показываешь Правую Руку Что Хочешь И Здесь Пробиваешь Жесткий Свин Навстречу Значит Попробуй Еще раз Это Называется Удар Ломом Попробуй Медленно Раз 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 Вот Вот Здесь В данной Ситуации Разворот Кулака Также Работает У меня Еще есть Мой Собственный Боковой Который Мне нравится Проводить Это Обводной Боковой Или Хукшталя Или Хукшталя Значит Смотри Как я Его Рукой Значит Я имитирую Проход В корпус Значит Что я делаю Я иду В корпус Значит Малоопытный Соперник Малоопытный Это не прокатит Против мастеров Совершенно Никонай Опускает Немножечко Ручки Значит Раз И отсюда Дальше Я леплю Боковой В голову Точно так же Я делаю Спару руки Я показываю удар И отсюда Резким движением Обвод руки На подбородок Значит Как я его призываю Тренировать Значит Одну руку Я держу Специально Для обвода Значит То есть Ты показываешь Удар в корпус Удар в корпус Показываешь Вместе с ножками Левый Начни левый Раз То есть Именно Прямо Покажи удар Именно То есть Именно Не пробей А покажи Что всем видом Что ты хочешь Эти вниз Раз И здесь Обводишь рукой Обводишь Раз И заносишь руку Как бы Вот этот удар По классике У меня заходит Пальцем вниз Кружкой Почему-то не работает Попробуй Раз Еще раз Раз Значит Он с ног ушел Стал Замах большой здесь Или нет? Слушай Нет Замах небольшой Но здесь Работа плеча Как бы идет Резкая Попробуй Вниз Именно на ноге Уйди То есть На самом деле Фин состоит в том Чтобы именно Отвлечь соперника И показать его Всем видом Да я даже вниз Буду смотреть Что я пошел Раз И теперь попробуй Точно так же Правый То есть Покажи правый Раз И отсюда Резкий обводной В голову Раз 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 Хорошо Зачем обводить Чтобы отвлечь Периферийное зрение Раз Вниз Раз Отсюда Обвод Удар То есть Это Замах Не ради Там Какой-то Силищи А ради Обмана Часто Возникает вопрос Как тренировать Боковые удары Мне нравится Английский подход К тренировке Боковых ударов Английский подход Именно Вот с тяжестями Давай Я вот сюда Сейчас Принесу тебе Скамеечку И Принесу сюда Гантель Мы снимем Перчатки И Попробуем Поработать Некоторые упражнения Которые Работают В частности Дэвид Хэр В чем заключается Упражнение Значит Часто Будешь его делать Значит Смотри Ты отводишь Руку Немножечко Не вбок А немножечко Вниз И имитируешь Отсюда Боковой удар Значит Делаешь это По времени 30 секунд Одной рукой Переводил руку И Делаешь 30 секунд Другой рукой Значит Делаешь это Достаточно быстро То есть Ты не рвешь Как бы себе мышцы Ты все равно Должен понимать Что к любой силовой работе Ты должен подходить Достаточно разогретый Давай Приготовились И поехал 30 секунд Работаем Оп Опускаешь Вниз Оп Поменял Хорошо Отлично Больше Больше Растягивай Растягивай Вниз 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 Вот сюда Вот сюда Вот так Оп Смена Пониже Стоп Положи Теперь встань 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 И вот на месте Покидая Вот боковые удары Покидая Вот что ты чувствуешь Изменилось Да Что-то легче стало бросать Появилось Какое-то Некое понимание Траектории Понимаешь Да То есть Заработали мышцы Которые должны Как бы включаться При боковом ударе Вот это упражнение Оно на самом деле Именно помогает Понять Какая мышца работает И какую мышцу Нужно тренировать Далее Есть Очень много Упражнений на жгутах Точно так же С боковыми ударами Эти упражнения Используют на жгутах И в американской школе И в советской школе Вообще Это одно из любимых Скажем так И моих В том числе Упражнений Значит смотри Встаешь Значит Ручка одна Расслаблена Вот эта вот Рука растянута И работаешь С ног Перед собой Раз Раз Ножку заряжаешь И бросаешь Это вспомогательное упражнение Это не боевое упражнение Это именно Вспомогательное упражнение Давай попробуем Значит Чем хороши жгуты Жгут хорош тем Что нету фазы Как такового Расслабления Рука и мышца Находятся в постоянном напряжении Вот ручка прямая 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 Такая Вот Ну она прямая То есть вот Ты работаешь Вот как бы вот Да 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 Отлично И вот теперь собственно Я хотел бы Чтоб ты одел перчатки И еще Скажем так Да Извините Ты бы хотел Чтоб я Надел перчатки Вы одеваете земник Что вы сказали? Чтобы ты надел перчатки Чтобы ты надел перчатки И это самое Мы с тобой пошли на снаряд И опробовали кое-что И ты мне тоже скажешь По своим ощущениям И теперь мы с тобой подходим К одному Скажем так Какому моменту К скоростной работе Боковых ударов Вот смотри Сейчас я попрошу тебе поработать Ну допустим Серию из 10 ударов Сделать Да? Классические боковые И из 10 ударов Сделать Боковые Можно да? Руки не возвращать к подбородку Ну Конечно Не нужно так делать Ни в коем случае То есть Мы стараемся Каждый раз руки возвращать К подбородку Ну это именно Именно школа То есть Нас требует так школа Давай сейчас 10 ударов Ты проведешь Классических Да? На скорость Именно на скорость И 10 ударов Кружечкой Давай А стойка фронтальная? Стойка фронтальная Да вот Ты можешь Ну немножко Левую ножку вперед Для устойчивости И вот проведешь Побросаешь так И побросаешь Вот так Давай Приготовились Начинаем Давай начнем С классического Классического Пальца вниз Поехал 10 раз Скорость 9-10 Стоп Стряхни ручки Стряхни Хорошо Подыши А теперь Кружечкой На скорость 10 раз Поехал Стоп Стоп Ну разница Ты все Вопросов нет Правильно? Ты понял всю разницу То есть как бы Скоростная работа Взрывная Это только удары Кружкой Понимаешь? Вот так вот Бить на Крайне неудобно Классике Бить взрывной Объективный анализ Разбор Либо реклама Ударов Кружкой В этом-то Вся и соль Чтобы научиться Именно использовать Весь арсенал приемов Весь арсенал Но Подытожу Жестче И Деструктивней Именно По отношению к сопернику Все-таки Бить стаканом Дорогие друзья Слава мне предложил Еще снять выпуск Про Пикабу Майка Тайсона Но У меня сомнения Потому что У нас же был выпуск Пикабу Столовакином Ссылка вот здесь В подсказке Но Слава сказал Что он покажет Совершенно все по-другому И гораздо больше Лучше И интереснее Напишите в комментариях Нужен еще один выпуск Про Пикабу Взгляд Шталя На стиль Майка Тайсона Напишите пожалуйста Как кто-то написал в комментариях Ставьте Штлайки Подписывайтесь на наш инстаграм И из него вы узнаете Снимем ли мы выпуск Про Пикабу Или с ним какой-нибудь другой выпуск Со Святославом Шталем А может быть с ним И Пикабу И другие выпуски Все в нашем инстаграме Подписывайтесь на канал На инстаграм Ставьте лайки Штлайки Спасибо вам То есть Янис Сможет покопаться Несколько Я скину ему удары И такие Я ему сегодня Все скину Я же вот Я прям вот Сегодня ему все скину У меня уже все готово Мы же пьем сегодня Это самое Но точно Если вы любите единоборство И боевое искусство Подпишитесь на канал И нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить новые выпуски Советую вам посмотреть И другие наши видео В описании этого ролика На ютуб Вы найдете ссылки На лучшие плейлисты Боевых ботаников И другую полезную информацию А эксклюзивные кадры Со съемок И закулисная жизнь Ведущих канала Только в нашем инстаграме